Всем привет! Вы на канале Viva Decor. Сегодня будем давать новую жизнь старому торшеру. Нам понадобится изолон толщиной 2 мм, строительный фен, искусственные цветы, пистолет с горячим клеем, ножницы, стразовая лента или просто обыкновенные стразы, которые клеятся, флористическая проволока или какая-то другая проволока и несколько тарелок для того, чтобы придавать лепесткам форму. Итак, начнем. Начинаем с лепестков. Берем полоски изолона, складываем пополам и обрезаем уголки. Вот таким образом. Если вы хотите, чтобы ваши лепестки были более округлые, вы обрезаете уголок слегка. И у вас получается вот такая форма. Если более острая, то обрезаете уголок больше. Мой цветок будет с остроконечными лепестками, поэтому я делаю более выраженный угол. Включаем фен, прогреваем лепестки. И с помощью тарелок придаем им форму. Немножко растягиваем вокруг. Тарелок делаем вот такую вот складочку. Теперь берем в моем случае такую стразовую ленту и отрезаем от нее ряд со стразами. Я возьму шириной вот такой вот, около 1 сантиметра. Два камешка. Вот так. Теперь берем флористическую проволоку. Если у вас есть белая, то вообще идеально. Но у меня сейчас только зеленая. Прикладываем ее к лепестку. До самого верха не надо, но точно нужно больше середины. Это даст нам свободу для маневра. Потом, как захочется согнуть лепесток, так можно будет это и сделать. То есть, приблизительно вот так вот. Внизу я оставляю где-то такой вот еще кусок проволоки, для того, чтобы потом можно было согнуть и соединить лепестки проволокой в одну конструкцию. Теперь я наношу клей на изолон вот в это место. До конца, вот так. Прикладываю сюда проволоку. Сразу же, пока клей не высох, прикладываю, закрываю проволоку этой стразовой лентой. Если вы не успели сразу же приклеить эту стразовую ленту к кайму, можно нанести дополнительно немножко клея. И уже наверняка ее... Вот так. И еще можно вот этот конец верхний также обрезать немножко и придать более треугольную форму. То есть, вот эти вот стразы, они режутся. Можно ставить ровным. Теперь берем торшер. Вот такой у меня. Берем флористическую проволоку и делаем из нее основу, на которую будем крепить лепестки. То есть, чтобы проволока была попрочнее, я ее вот так вот потолще перекручу. Проволоку прикладываю к торшеру. Пока приблизительно. У меня должна получиться такого рода основа. И к ней сейчас буду крепить наши лепесточки. Длина проволоки зависит от вашего торшера. Теперь беру первый лепесток, прикладываю его сюда и вот так вот прикручиваю. Вот, он будет держаться достаточно надежно. Теперь то же самое я делаю со вторым лепестком. Я прикручиваю лепесток достаточно близко, немножко внахлёст, но здесь оставляю около сантиметра расстояния между ними. Делаю то же самое. Потом нужно будет расправить так, как мне захочется. Сейчас просто приматываю лепесток. Так получается. То же самое я делаю с третьим и всеми основными лепестками. Просто вот так вот приматываю эти лепестки к основной проволоке. Итак, первый ряд лепестков у нас готов. У меня получилось 9 лепестков. Обратите внимание, что проволока и стразовая лента вклеена внутри. Второй ряд лепестков мы будем делать в этих промежутках, но уже снаружи. И ленту также будем делать снаружи. То есть, здесь внутренняя часть лепестка идет проволока с лентой. Второй ряд. Наружная часть лепестка. Так, мы берем нашу заготовку и в промежутках между лепестками делаем второй ряд лепестков. Первую я уже сделала. Теперь делаем вторую. И еще обратите внимание, что проволока во втором ряду должна быть поменьше, потому что нам уже не нужно настолько сильно ее переплетать. То есть, просто закрепить и все. Если проволока будет длинная, все просто будет это сделать дольше и тяжелее. А так, достаточно коротенькая проволоке. Так, прикрепили. Идем дальше. Вот у нас два лепестка второго ряда готова. И так, вот теперь готов второй ряд. И сейчас я также присоединю сюда лепестки третьего ряда. Сейчас я буду фиксировать лепестки третьего ряда. Они более длинные, более широкие. И обращаю внимание, здесь проволока приклеена также с внутренней стороны лепестка. Теперь я еще сделаю такие вот тычинки. Наношу клей на проволоку и обматываю ее этой же лентой, которую мы уже использовали. Я сделала три таких спирайти, которые дополнительно украсят цветок. И теперь уже окончательно нужно скрепить между собой концы проволоки, чтобы когда мы ее одели на плафон, она достаточно плотно его обхватывала. Берем наш плафон и одеваем сверху наш абажур цветок. И дальше уже смотрим, немножко отпустить проволоку или наоборот закрутить ее, закрепить посильнее. Вот такой у меня получился абажур для торшера в виде цветка из изолона, который крепится на флористическую проволоку. Кому понравилась такая идея, ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет очень приятно. Зваживайтесь на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать все уведомления о новых видео и не потеряться. Ну а пока, до новых встреч, пока-пока!